Матч со «Спартак» и «Саровчане» начали довольно бодро, закинув первые минуты игры и две шайбы в ворота соперника. Но игроки из «Ватчи» быстро собрались и ответили «Сарову». Выровнять счет к концу игры так и не удалось. Также «Саров» ни разу не реализовал момента, когда соперник играл в меньшинстве. В принципе, игра была равная. Мы чуть-чуть поудачливее оказались. Провалили начало матча, но поудачливее нас вратарь в игре держал. Если команда «Саров» забила бы свои моменты, то не знаю, в какую сторону повернулась бы. Мы реализовали поудачливее и доиграли игру до конца. За два тура до плей-офф «Спартак» стала лидером турнирной таблицы. Как признался тренер «Ватчской» команды, «Саров» – непростой соперник. В прошлый раз в домашней игре с гостями из «Ватчи» «Саров» набрал свои первые очки. «Спартак» удалось выиграть только по булитам. Но в этот раз после двух забитых шайб что-то пошло не так. Командной игры у «Саровчан» не получилось. Вроде вышли, начали командная игра, а потом каждый сам начал одеяло на себя тянуть. Думали 2-0, сейчас проведем. Команда приехала с автобуса, с дороги, тяжело будет. А люди разбежались, восстановились. Где-то протонуло им, моментики забили. Мы много не забили, очень забей, хотя 50% неизвестно, как игра сложилась. Итоговый счет игры 3-6 в пользу «Спарты». В ближайшие выходные начинается плей-офф. 20 марта наши игроки на выезде встречаются с Таншаевской командой. 27 марта ответный матч у нас в Людовом дворце. Если счет будет 1-1, третья решающая игра пройдет 28 марта на льду соперника. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.